Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. У нас есть неожиданные новости, которые заставляют задуматься. Движение Black Lives Matter теперь более популярно, чем президент США. И не слегка популярнее, а намного популярнее. Опросы социологической службы Расмусен Репортс, склоняющиеся к правой ориентации, на этой неделе показали, что 62% вероятных избирателей положительно относятся к Black Lives Matter, тогда как рейтинг поддержки Дональда Трампа составил 43%, это почти на 20 пунктов ниже. Но Трамп в этом не одинок. Black Lives Matter также намного популярнее Джо Байдена и более популярно, чем все американские религиозные организации. Популярнее СМИ, Конгресса и крупного бизнеса. Они не менее чем на 10% популярнее и демократической, и республиканской партии. Движение почти так же популярно, как вооруженные силы США и намного популярнее Папы Римского. Эти цифры просто поражают, но результаты опросов не единственное свидетельство. Вот митинг Black Lives Matter, прошедший в Нью-Йорке на этих выходных. Посмотрите на эти кадры. Океан из людей. Когда вы в последний раз видели кандидата на какую-либо должность, способного собрать такую толпу? СМИ в своем непрекращающемся раболепном освещении событий обычно описывают Black Lives Matter как группу активистов или протестное движение. Но это ввод в заблуждение путем преуменьшения их значимости. Black Lives Matter — это не скопление демонстрантов с плакатами, нетрадиционное политическое лобби. Оно не оказывает давление на Конгресс с целью принятия небольшого пакета законов. Black Lives Matter намного амбициознее. Они заняты переделыванием страны и последующим взятием ее под контроль. Это политическая партия. И на сегодня, возможно, самая влиятельная в США. Никто не говорит об этом вслух. Но политики отлично это понимают. Лучше всего для них понятна сила. Они могут учуять ее издалека. И поэтому они выстраиваются в очередь на поклон перед Black Lives Matter. Невозможно по-настоящему реформировать службу, которая прогнила до основания. Мы слышали, как наши люди кричат «Я не могу дышать». Мы слышали, как они заявляют, что черные жизни важны. Это системная проблема, требующая всестороннего подхода. Я бы сказала, что в этом гневе есть законность. В этом возмущении есть законность. То, что вы только что видели, для демократов не составляет труда. Они уверены в том, что их долгосрочные цели совпадают с таковыми у Black Lives Matter. Движение порой фактически действует как рука демократической партии. Однако более красноречиво и тревожно выглядит реакция многих республиканцев. Они тоже готовы присоединиться, а иногда произносить те же лозунги. Мы должны покончить с насилием, с жестокостью и дать понять людям, что жизни черных важны. Это был на секундочку бывший кандидат в президенты от республиканцев. Если явный показатель нынешней силы Black Lives Matter существует, то это именно он и был. Лидеры республиканцев кичатся своими твердыми консервативными убеждениями, но в основном они просто хотят быть в команде победителей. Вот почему они медлят, прежде чем обвинять Китай. Вот почему, когда Black Lives Matter говорит им преклонить колено, они делают это. Это все довольно странно, если задуматься. Если лидеры Black Lives Matter являются политическими деятелями, а они являются, значит вы по определению можете иметь о них то мнение, какое захотите. Black Lives Matter хочет управлять страной, следовательно, вы можете свободно критиковать Black Lives Matter. Это правило нашей политической системы, но они больше не действуют. Представьте себе мир, в котором вас наказывают за возражение действием президента или за оскорбление местного мэра. Возможно, вы не сможете себе это представить, это совсем не по-американски, но это наша реальность. Black Lives Matter изменили правила. И вот их первое новое правило. Не критиковать Black Lives Matter. Вас могут уволить с работы, если вы не подчинитесь, многих уже уволили. В пятницу, например, уволили директора средней школы в Виндзоре, штат Вермонт. За запись в Фейсбуке, со словами цитирую, «Хоть я и понимаю всю важность убежденности в необходимости защиты черных жизней, но что насчет наших коллег из правоохранительных органов? То, что я не разгуливаю с плакатом Black Lives Matter, не должно означать, что я расистка». Конец цитаты. К сожалению, ее начальник с этим не согласился. Руководитель городских школ Виндзора описал эту цитату как дословно «откровенно расистскую». А это Вермонт, который, между прочим, белый более чем на 97%. В ту же пятницу экономист по имени Харальд Юлик потерял работу в Федеральном резервном банке Чикаго за то, что осмелился на еще более мягкую критику, чем это. Юлик написал в Твиттере, что Black Lives Matter, цитирую, «просто торпедировал сам себя со своей полномасштабной поддержкой хэштега «распустить полицию». Юлик отметил, цитирую, «для здравомыслящих взрослых людей настало время вернуться в комнату и серьезно, честно и уважительно поговорить обо всем этом». Банк заключил, что это было расистское высказывание, и уволил Харальда Юлика. Мы можем привести еще множество подобных примеров. Black Lives Matter теперь наслаждается почти полным иммунитетом критики. Это беспрецедентно для американских политических движений. Но Black Lives Matter еще могущественнее. Это движение в одиночку изменило наши моральные устои. Да, черные жизни действительно важны. Это констатация факта, и ни один приличный человек в этом не сомневается. И это правда именно потому, что каждая жизнь важна. Мы все человеческие существа, у нас есть души. Цвет кожи не имеет значения для моральных ценностей. До недавних пор это считалось очевидным. Говорить об этом считалось добродетелью. Все жизни важны в равной мере, все мы созданы Богом. В конечном счете все мы умрем. И ничто не может изменить это. Ни богатство, ни слава, ни раса. Каждая жизнь в точности настолько же ценна, как и любая другая жизнь. К тому же эта идея формирует основу христианской веры и является исходным условием для наших основополагающих документов. Как вдруг, спасибо Black Lives Matter, сказать это вслух, подтвердить фундаментальное равенство всех людей, теперь расценивается как ненавистнические высказывания. Вас могут уволить за то, что вы это сказали. Повторюсь, многих уже уволили. Это опасный момент. Как мы пришли к нему? Одним словом, быстро. Это случилось стремительно. Еще в декабре, перед протестами, большинство американцев не одобряли Black Lives Matter. Группа ассоциировалась в общественном сознании с подобными этому моментами. Поросята в одеяле, жарьтесь как бекон! 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 Убивать полицию! Они кричали это на митингах. Обычные лжецы немедленно ворвались с заявлениями, что этого никогда не было. Президент Южного Центра правовой защиты Битнаты написал про странную статью напротив редакторской колонки, указывающую читателям не считать Black Lives Matter группой ненависти. Но люди могли лично увидеть правду, видео было доступно онлайн. Множество фактов о Black Lives Matter все еще находятся в интернете, они еще не подчищены. Ключевое требование движения — упразднить правоохранительные органы. Когда вы впервые услышали крики протестующих распустить полицию, это могло вас шокировать. «Это просто безумие», — подумали вы. Несколько недель спустя поддержка упразднения правоохранительных органов стремительно растет в опросах. Миннеаполис уже делает это, другие города последуют за ним. Вы удивлены? В общественной жизни почти никто не дает явный отпор идее распуска полиции. Позиция движения Black Lives Matter — это единственная позиция, которую большинство людей слышат, а через некоторое время и верят ей. Заявления, не встретившие противодействия, должны быть правдой, так решает большинство. И почему бы им так не решить? Если ты категорически не согласен с чем-то, заяви об этом, иначе это что-то наступит с гораздо большей вероятностью. Так, помимо ряда других пунктов, Black Lives Matter добиваются отмены всех ограничений для недавно эмигрировавших. Легализации проституции, в том числе для разрушения семей, ваших семей, принудительного перераспределения сельскохозяйственных земель, выплат компенсации по расовому принципу, в особенности, цитирую, «в форме гарантированного минимального достаточного для жизни дохода для всех черных людей». Слышите? Всех черных людей, а не только потомков американских рабов. Включая миллионы африканских и карибских иммигрантов, которые в среднем теперь заслуживают большего, чем коренные американцы. Каждый из этих новых американцев будет получать гарантированный ежегодный доход от американских налогоплательщиков для искупления греха... Собственно, какого греха? Греха одобрения их иммиграции? Black Lives Matter не объясняет этого, никто не задает им этот вопрос. За этот вопрос вас могут уволить. А вот не могут вас наказать за мародерство и поджоги, по крайней мере, если вы в числе Black Lives Matter. Огромные территории городских ландшафтов были уничтожены за последний месяц. Почти никто не был задержан за это, наоборот. Вас поощрят заявить, что этого не было. В Сент-Луисе всех арестованных протестующих отпустили без предъявления обвинений. В Нью-Йорке сотни были отпущены без залога, то же самое в Вашингтоне. Это происходит почти везде, и не только в местах, контролируемых демократами, что говорит о многом. В Техасе, например, находится один из крупных американских городов, который управляется республиканским мэром Бейтси Прайс. 31 мая толпа демонстрантов из Black Lives Matter перекрыла мост в центре города Форт Уэрт. Когда прибыла полиция, чтобы разогнать их, они кидали камни и бутылки с отбеливателем. Три офицера пострадали. Затем толпа принялась мародерствовать и громить частные заведения. Десятки людей были арестованы. Через 10 дней начальник полиции Эд Краус объявил о снятии с них всех обвинений. Краус выпустил обращение, согласно которому настоящими преступниками в этом бунте были не бунтовщики, а его собственные офицеры полиции, и их нужно взять под контроль и, возможно, наказать. Цитата. «Это лишь первый шаг на предстоящем долгом пути», написал Краус, как будто он не коп, а скорее врач-специалист. Он обещал, что его департамент, цитирую, «вступает на путь реформ вместе с нашим сообществом». Он не утруждал себя объяснением, что конкретно его люди сделали не так, а не копы, этого было достаточно. В тот же день школьное управление города Форт Уэрт выпустило заявление, гласящее, цитата, «практика действий полиции глубоко укоренилась в белом превосходстве». И вновь никто не уточнил, практика каких именно действий полиции отражала белое превосходство, или что там это обвинение вообще значило. Это было всеобъемлющее осуждение, которое повисло в воздухе, и никто из официальных лиц не воспротивился ему, и это в городе под республиканским управлением. Интересно, что будет со статистикой убийств в Форт Уэрте в следующем году? Могу предположить, что мы видим это по всей стране, по многу раз в год. Мы видим, что когда руководство подрывает закон, происходит всплеск насилия. Но существует выход из этого водоворота, и он называется лидерство. 65 лет назад политики американского юга отказались подчиняться решению Верховного суда по делу Брауна против Совета по образованию. Власти многих штатов просто проигнорировали закон, будто его и не было. Группы вооруженных экстремистов заполнили вакуум и использовали насилие для воцарения своих собственных законов. В итоге правительство восстановило порядок. В 57-м году президент Дуайт Эйзенхауэр перевел федеральное подчинение Национальную гвардию Арканзаса и вел войска в Литтл-Рок, чтобы принудить губернатора к повиновению закону. Вопрос в том, где наше министерство юстиции сегодня? В чем причина того, что Минюст не завел дело о заговоре по отношению к людям, организовавшим и возглавившим эти бунты? Это не тот случай, когда мы не знаем, кто они. Их преступления на Ютюбе. Вы знаете причину. Здесь замешано движение Black Lives Matter. Это политически щепетильное дело. Ни один прокурор не хочет, чтобы его назвали расистом. Как будто наказывать людей за совершенные преступления — это по-расистки. Как вы думаете, что думают жертвы этих преступлений? Старики, которых жестоко избили за то, что они защищали свою собственность. Владельцы магазинов, у которых уградено или сожжено нажитое трудом всей жизни. Семьи убитых во время бунтов людей, а их немало. Никто не защищает этих людей, никто не наказывает их обидчиков. Это никого не волнует. Представьте, что они чувствуют. Что они могут сделать? Может поджечь Вендис или разграбить Волмарт, чтобы привлечь наше внимание? Надеемся, что нет. Может быть достаточно одного национального лидера, всего одного, который понимает, что на самом деле происходит в этой стране, и достаточно смел, чтобы говорить об этом. Это может полностью изменить ситуацию, и это определенно сделает политическую карьеру человека. Осенью 68-го года ассистент преподавателя из Государственного университета Сан-Франциско по имени Джордж Мюррей произнес речь, одобряющую расовое насилие. Мюррей призвал черных студентов принести в кампус оружие и, цитирую, убить всех рабовладельцев. Он также являлся членом партии Черных Пантер, которые для своего времени были аналогом Антифа. Когда администрации стало известно о речи Мюррея, они уклонялись от реакции, но в конце концов под давлением отстранили его. В ответ на это, группа, называющая себя Фронт Освобождения Третьего Мира, заняла кампус и потребовала от университета отменить все приемные требования для черных абитуриентов и принимать студентов исключительно на расовой основе. Администрация была парализована, меньше всего они хотели, чтобы их называли расистами. Президент университета был так напуган, что ушел со своего поста. В итоге, руководство вуза перешло к маловероятному кандидату, японско-канадскому академику по имени Сэмюэль Хаякава. Хаякава был маленьким, эксцентричным и носил толстые очки, но был абсолютно бесстрашен. 2 декабря 1968 года Хаякава зашел в самую гущу толпы протестующих студентов. Бунтующие немедленно набросились на него, но Хаякава продолжал идти. Он взобрался на крышу агитационного автомобиля и вырвал провода громкоговорителя. Университет открылся вновь в этот же день. Это урок для сегодняшних должностных лиц. Сэмюэль Хаякава стал народным героем за то, что противостоял толпе. Он был избран в Сенат Соединенных Штатов от Калифорнии. Республиканцы поддержали его, и избиратели тоже, хотя и не всегда понимали. Хаякава появлялся на публике в шотландском национальном берете Тэм О'Шентер и никогда не объяснял почему, но это не имело значения. Он был смел и честен, и избиратели, как всегда, ценили это превыше всего. У нас пока нет своего Хаякавы. Вместо этого у нас есть трусы. Нашим лидерам нравится говорить о чем угодно, кроме коллапса многовековой цивилизации, происходящего вокруг них. Они не представляют, насколько мало доверия к ним, не понимают, насколько неуместными они стали. Когда ты не можешь сказать правду, которая действительно имеет значение, то все, что ты говоришь, не имеет значения. Тем временем движение Black Lives Matter становится все более влиятельным и более популярным в обществе. Почему так происходит? Потому что это движение берет все, что им нужно, а это основной признак силы. Сила — это самое привлекательное качество для избирателей, и для людей, и для животных. Три недели назад Black Lives Matter потребовала, чтобы города распустили полицию. Сегодня могучий департамент полиции Нью-Йорка, самый большой полицейский департамент нашей страны, склонил голову и объявил о ликвидации целого подразделения полицейских. 600 человек ушли из полиции, потому что Black Lives Matter этого захотела. И получила. Это не блеф, не позерство, не пустая болтовня. Это реальная сила. Вы обратили внимание, что это не потребовало от Black Lives Matter их обычных маневров. Чтобы получить эту силу, им не потребовалась команда адвокатов, им даже не пришлось приводить законных аргументов. Они не пытаются убедить вас в чем-либо. Это движение верит в силовое принуждение. Они наводняют улицы озлобленными молодыми людьми, которые крушат все вокруг и избивают людей, встающих у них на пути. Если они хотят, то они берут. Разозлите их, и они подожгут ваше предприятие. Побеспокойте их, и они займут ваш центр города и объявят его новой страной. Вы ничего не сможете с этим поделать, и они об этом хорошо знают. Это один из самых разрушительных видов политики. Организованные группы сделали это с Бреттом Каванна. Главной целью опорочения репутации Каванна было не помешать его утверждению в должности члена Верховного Суда. Мы ошиблись. Главной целью было дать понять Бретту Каванна, Джону Робертсу и другим судьям-республиканцам совершенно ясный посыл. Переступите черту, и ваши семьи пострадают. И судя по недавним решениям суда, это сработало. Порой совершенно ясно видно, как консервативные судьи боятся им противостоять. Какой же посыл остальные из нас могут извлечь из того, что случилось за последние три недели? Он очень прост. Сила эффективнее, чем голосование. Выборы не решают ничего. Тогда как бунт, напротив, делает вас богатым и могущественным. Когда вы бунтуете, прокуроры проигнорируют закон в вашу пользу, корпорации дадут вам миллионы. Политики встанут перед вами на колени. Это работает. Насилие работает. Посыл состоит в этом. И его слышит каждый. Пока насилие не перестанет работать, оно будет продолжаться. Редактор субтитров А.Семкин